Теперь и Барби все. Статья на Кунте за 25 сентября 2019 года. Йоган Вайс. Ребенок открывает коробку. Он начинает прыгать и кричать от радости. Нередкий звук в залах штаб-квартиры Metal, где исследователи тестируют новые игрушки. Но эта конкретная игрушка – кукла. И родители редко приводят мальчика в эти исследовательские группы, чтобы играть с куклами. И еще реже мальчик сразу же привязывается к одной из них, как это только что произошло. Так начинается опубликованная в Таймс статья, рассказывающая об очередной победе толерантности, выражающейся в выпуске гендерно-нейтральных кукол Барби. Да-да, тех самых Барби, которые, что характерно вместе с ее второй половиной Кеном, мало того, что утратили всякие признаки пола, но вдобавок и стали разноцветными. Я про кожу, если что. И не только в комплекте каждой коробке всего за 29-99 долларов идет набор различной одежды и волосы разной длины. Так что теперь дети сами могут выбрать гендерные признаки, такие как стрижка или платье. Или как вариант не выбирать. Я про признаки. Хорошо, хоть до других признаков не додумались класть в коробку. Кукла может быть или мальчиком, или девочкой, или тем и другим, или тем, ни тем, ни другим. Производители компании по изготовлению игрушек называют это первой в мире гендерно-нейтральной куклой. Надеются на ее запуск. В производство в сентябре. Убрано все, что делала Барби табу для, как сказано в статье, половины детей мира. Тщательно ухоженные черты лица не выдают очевидного пола. Губы не слишком полные. Ресницы не слишком длинные и трепещущие. Челюсть не слишком широкая. Здесь нет ни груди, как у Барби, ни широких плеч, как у Кена. Каждая кукла в серии «Созидаемый мир», так назвали новую серию, выглядит как семилетняя стройняшка неопределенного пола, одетая в футболки и кроссовки в успокаивающих зеленых и желтых тонах, а также юбки и камуфляжные брюки. Сообщается, что в разработке новых кукол участвовали не только дети и их родители, но и педиатры и психологи. Перелом мозга детям обеспечен. Покалеченное поколение растет. Представитель компании Ким Калман подчеркнул, что из-за роста важности инклюзивности было принято решение создать куклы без навешивания ярлыков. Мужики, вы совсем что ли сбриндели? Куклы – это прерогатива девочек. Самолеты, конструктор, не знаю, еще всякая такая техника. Это прерогатива мальчиков. Когда идет… Ой, извините, извините. И по-моему, это вполне удалось. Но в самом деле, угадайте, кто это – мальчик или девочка? Ни одного ярлыка сплошной нейтралитет. Ну что, мужики и бабы? Ой, извините, это я по привычке. И ты, конечно же, поздравляю вас с очередным шагом к полному и всеобщему равенству. Во всем для тех, кто понимает. Йоган Вайс. Теперь и Барби. Все. У меня нет слов приличных. У меня нет слов приличных. У меня нет слов приличных. У меня нет слов приличных.